Приветствую вас! Как я вижу вашу ситуацию, ваши проблемы, я попытаюсь описать в своем ответе и вам какие-то рекомендации. Ну, во-первых, начать, пожалуй, нужно обязательно с того, что дело не в интернет-фотографиях и, в общем-то, не в вашем поведении, хотя, Елена, конечно, есть небольшая несостыковочка в том, что вы хотите нормальных, серьезных отношений, но при этом вы обмениваетесь интимными фотографиями с мужчиной. С другой стороны, для современного общества, для современных людей сейчас это, в принципе, более чем нормально. И как некий такой этап переходный от одного общения к другому общению, в принципе, вполне себе неплохо. Ну, то есть, если люди отвечают за перепиской, да, вот, значит, познакомились на работе, в общем, переписываются, и вроде как все так происходит плавно-плавно, вот, и дошли до единственных фотографий. Ну, в первую очередь, прежде чем заниматься этими вещами, нужно вам для себя определить свое отношение к этому и донести это отношение до молодого человека. То есть, например, вот, с фотографиями интимными обменялись, ну, все нормально, вот, значит, раз обменялись, два обменялись, три обменялись, да, то есть, такой вот флирт, как вы говорите, и интим, то есть, ну, это нормально, два-три раза это нормально, нормально, но потом, либо этот перетекает в встречу, и уже в реальный секс, например, и, соответственно, какие-то отношения между вами, либо это не получают продолжение, и вы для себя спрашиваете, а вот готова ли я, например, удовлетворяться только вот тем, что мужчина вынимается со мной только, по сути дела, виртом, виртуальным сексом, да, и все. И, как бы, думается мне, что здесь ваша проблема заключается в том, что вы неправильно преподнесли мужчине, вот, собственно, с, обменами интимными фотографиками, он, видимо, подумал, что для вас это единственная форма взаимоотношений, и, в принципе, больше всего он от вас ничего и не хотел, видимо, изначально. И вы, когда это делали, вы рассчитывали на что-то, ну, на какое-то продолжение, и вот именно по этой причине у вас и произошло то, что произошло. Ну, один человек, конечно, не скажет вам о том, что вот, ты знаешь, я изначально не собирался с тобой, строить ничего серьезного, молодой человек не скажет вам, что я изначально не был настроен на что-то конкретное, я просто вот хотел с тобой провести время, и все, молодой человек так не скажет, он будет искать какие-то аргументы, причины и, в частности, обвинять вас. И вот, например, он говорит, что это вопрос не для обсудения в соцсетях, но если 20 человека не вместят, значит, кто-то к этому не готов. То есть, молодой человек, в общем-то, обсудил двусмысленно и, надо сказать, противоречиво. Он, значит, интимные фотографии отправлять в соцсетях – это нормально, а вот обсудить отношения – это ненормально. Ну, согласитесь, здесь двойные стандарты, и, в общем-то, ваш вполне аризонный вопрос надолгнулся на вот такой ответ, совершенно не выдерживающий никакой критики. Есть подозрение, что мужчина, он изначально и не хотел с вами вступать в интимные отношения физические, потому что, возможно, не уверен в себя. Или какие-то еще у него есть мотивы. Вот вы говорите, в переписках дошло дело до интимных фотографий. Дошло дело – это как? Это что значит? Кто выступил инициатором? Кто выступил? Кто предложил? Почему вы согласились? Вот это вот все – ваша ответственность в том, что вы делаете. И когда вы говорите, что в переписках дело дошло до интимных фотографий, вы как бы снимаете с себя ответственно за то, что происходит. Если вам нравится это и нравилось, то вы не говорите, что я хотел сама предложить. Но если это мужчина предложил вам, первый – это, то вполне вероятно, что он собирает интимные фотографии девочек. Вы же не знаете, может быть, он не только с вами общается подобным образом. Но в любом случае человек не показал свою готовность быть с вами вместе, и не показал свою готовность взять на себя ответственность за ваши отношения. Это означает, что он изначально был настроен несерьезно. И, по сути дела, пока вы хотели, пока вы были непросто, он получал от этого удовольствие. Только вы начали сильно разговаривать, ну, тут же рано пошел на попятную. И связано это может быть со многими вещами, например, с тем, кто не хочет заводить Романа на работе, связанное тут, может быть, с тем, что вы ему там для чего-то нужны. Его сезонное появление, то есть я имею в виду появление периодическое, это опять же намекает на то, что он вас использует. То есть просто вот когда вы ему нужны, он вам пишет активно все, когда вы сами пишете, но при этом вы ему не нужны. И он пишет, а пишет вам довольно-таки сухо, что говорит о том, что вы ему в этом, вы ему не нужны, а просто из последних сил проявляет свою вежливость. Вот. Значит, вот вы здесь задаете вопрос, который я бы хотел вам прочитать. Значит так, вы сказали, что общались дальше без интимного фирта, конечно. Парень этот очень мне нравится, ходили с ним гулять недавно, я позвал вас сама, он пригласился, но он иногда делится со мной своими проблемами, но дальше общения, отношения не заходит. То есть он не желает за вами вздомострированные отношения, не хочет обратиться на себя ответственно. Может ли это быть из-за того, что я обменивался с ним фотографиями такого рода? Нет, не может этого быть. Дело в том, что мужчина, если бы он хотел с вами хоть чего-то серьезного, например, секса, он как минимум с вами перестал. А так, этого же не произошло, и, знаете, если бы ему было неприятно, он бы с вами вообще не общался и не согласился бы на встречу. Думается мне, что наиболее вероятный момент здесь в том, что он просто принимает от вас то, что вы можете ему дать без каких-либо обязательств. Вот и что. А вот то, что вы задаете такой вопрос по поводу того, может ли это быть из-за того, что вы делились с ним такими фотографиями, это говорит о том, что вы сами не уверены в себе и сами как бы стыдитесь того, что вы делали. И вот здесь возникает вопрос. Если вы сделали то, что вы считаете неприемлемым, то зачем вы это сделали? А если вы делали то, что вам нравилось, то зачем этого стыдиться? Кроме того, никто вам не запрещает на одну из таких встреч, ну, то есть позовите его еще раз, он опять согласится. Никто вам не запрещает спросить у него прямо в лицо, вообще, как он к вам относится еще раз, если этот разговор не для соцсети, и вы можете сказать ему, что он вам нравится, и в этом нет ничего плохого. Это более чем нормально. По крайней мере, вы получите какую-то обратную связь и сможете уже с этой обратной связью что-то для себя решить. Либо вы просто-напросто сами принимаете решение, сами определяете ситуацию, то есть для себя решаетесь. Вот, значит, так, сейчас, секундочку. Вот, мы написали, если бы ему что-то хотелось, он бы тоже делал какие-то шаги для этого. Да, это действительно так. Мужчина бы делал какие-то шаги для этого, он этого не делает. И, соответственно, раз он присылает вам интимные фотографии, значит, по всей видимости, он не страдает неверностью в себе и, по всей видимости, он достаточно уверен в себе и, в общем-то, думает, что он не делает шаги к вам совершенно обсуженно, потому что не хочет обижаться. Так вот, вы можете для себя сами решить, можете для себя сами определить, что происходит, и просто-напросто, например, перестать его звать и перестать ему отвечать, если вам это тяжело. если вы хотите с чего-то другого, с чего-то большего. Либо, если вам не так тяжело общаться, как друзья, то общайтесь. Ничего страшного, но немалеком скажите ему, что у вас, например, появился парень, проверьте его реакцию, если хотите, конечно, там тоже даст вам какую-то обратную связь. Но самым лучшим для вас вариантом развития событий было бы, если бы вы обратили внимание на другого парня и начали с ним взаимодействовать на постоянных-постоянных основах. Вообще, как я понимаю, вопрос, а, да, вы еще пишете, значит, так, ну, по поводу того, почему он вам периодически пишет, я вам ответил, значит, вот вы говорите, что при встрече не сняли от меня комплименты, но на этом все и заканчивается. Недавно дошли до поцелуев в щеку, но это спустя полгода, полгода. То есть, вот я вам ситуация не устраивает. Ну, это в чем дело, Елена, ну, либо здесь человек очень сильно зашатый, то есть, готовый тут только вот по сети, по переписке заниматься какими-то такими откровенными вещами, вот, либо это человек, который просто не хочет брать реальных обязательств для вас и считает, что подобный лист, подобный обмен фотографиями, по переписке это ничего не значит. К сожалению, я не могу вам сказать о том, уверенном в себе мужчина это или нет, осознанно ли он это делает или нет, то есть, свободный ли это акт его воли или нет, просто потому, что я его не знаю. Но абсолютно точно могу сказать, что вы сами для себя сейчас конфликту конфликту конфликтуете. То есть, вы, во-первых, берете на себя вину за то, что обменивали с ним фотографиями, во-вторых, вы как бы высказываете, ну, не выпрашиваете, а спрашиваете у нас подтверждение своей мысли о том, что мужчина, если ему что-то нужно будет делать первые шаги, и вы снимаете себя ответственно за обмен личными интимными фотографиями. Вот. Вот эти три момента, три ваших вопроса, которые являются ключевыми именно для вас. То есть, ответьте себе на вопрос, нравится ли вам это дело. Если да, если вам это нравится, если вы считаете для себя это допустимым, то предложите это своему мужчине, а что вы теряете по большому тасчету. Если ему тоже нравится. Но после такого обмена можете ему сказать, что хотели бы с ним заняться сексом в реале, и посмотрите на его реакцию, тоже вам будет понятно, стоит ли от него сдать чего-то или нет. Понимаете? Если же вам кажется такое поведение неприемлемым, то просто-напросто больше этого вы не делаете и все. То есть не используйте социальную сеть как вот такой заменитель реальным отношениям. Вот вам такая будет рекомендация. Далее, как психолог, я вам хотел бы сказать еще вот что. То есть вы познакомились на работе с мужчиной и в общем-то ударились в обмен интимными фотографиями. Это говорить об определенных ваших потребностях. То есть, например, почему вы не познакомились с мужчиной где-нибудь еще помимо работы. Возникает вопрос о ваших связях социальных, возникает вопрос о том, насколько вы активны, возникает вопрос о том, насколько вы уверены в себе как женщина и так далее. Возникает вопрос в контексте обмена интимными фотографиями тоже. То есть, вы, ну, вы знаете, вы говорите, что больше полугода общаетесь с парнем, но когда дело дошло до этими обмены фотографиями, вы не пишете по факту. И я хочу вам задать вопрос, а сколько времени прошло с момента вашего знакомства с ним и до начала обмена фотографии? Считаете ли вы, что времени прошло достаточно или может быть вы подпишили и так далее? То есть, мне бы хотелось, чтобы вы сами для себя определили, почему вы решили этим заниматься и как у вас обстоят дела с отношением к этому. Знаете, если вы, например, давно не были мужчиной и для вас это был способ получить некий такой заменитель реальных отношений, это одно. Если вам просто это нравится, нравится такая вот форма, это другая, это другое. Если вы воспринимаете это как переходную форму от одного типа отношений к другим, к другим, это третье. Но вам нужно определить, как вы это воспринимаете для себя. И после этого уже после этого это же отношение доносить до своего партнера, чтобы не было непонимания, чтобы партнер знал, что вы делаете. Потому что иначе происходит непонимание. Как вот с вашим молодым человеком не думается, ваш мужчина, он знаете как, он не уверен в себе, но не как мужчина, а он не уверен в себе в том, чего он хочет от вас. То есть вы ему вроде бы симметично, но в то же время по какой-то причине он не хочет с вами сближаться. и он не хочет признавать, что у него есть определенные проблемы. Ну и вам решают соответственно будете ли вы его ждать, будете ли вы ожидать его или будете жить своей жизнью. Вот и все. И я полагаю, что ответ на этот вопрос нужно искать только вам. Итак, вы задаете по сути тела три вопроса. Первый вопрос. Это может ли парень вот так вот с вами вести, да, то есть ну не доводить общение до определенного уровня из-за того, что вы обменивались с ним фотографиями. Фотографиями. Нет. плюс не может этого быть, потому что абстракты получали удовольствие вы оба и в общем-то как бы это было чисто только между вас. То есть если бы мужчина считал это чем-то плохим, он бы наверное сам бы этого не предложил. Но здесь опять есть уточнение. Сам вы предложили это ему или нет. Но скорее всего нет. Потому что для мужчин подобное если вы общались какое-то время, для мужчины это скорее доверие. То есть вы ему доверяете. Поэтому фотографии в данном случае никак не могли повлиять, а наоборот только могли раздодорить его аппетит, так что нет. я думаю фотографии здесь ни при чём. Будет значит если бы ему что-то хотелось он бы делал какие-то шаги для того чтобы развивать отношения. Да. Делал бы только при условии если он уверен в себе. То есть вот здесь зависит от того как вы к мужчине относитесь. Если вы считаете что мужчина должен быть уверен в себе и должен вас воевывать это одно. Если вы готовы мужчину ждать это другое. И исходя из этого можно уже выстраивать свою позицию. Понимаете? Но определите всем чего хотите вы. Кстати говоря про единственные стрелации здесь очень сильный моральный аспект. То есть кто как относится к этому. И я полагаю что вам надо подумать о том как мужчина морально относится к тому что вы не держите. И исходя из этого уже вам будет понятно. Далее вы спрашиваете о том как объяснить его поведение что он иногда вам пишет очень активно потом пропадает на неделю и потом опять появляется а если вы пишете ему то он отличает сухо. И здесь как бы вот очень явно проявляется его такое вот поведение которое поведение которое использует вас то есть он пользуется вашим обществом для того чтобы получить то что он хочет вот и все когда ему удобно и как ему удобно на этом все Елена надеюсь помог вам если какие-то вопросы остались пишите в личку я вам помогу если понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим если вы решите дополнить свой вопрос пожалуйста напишите мне о том что вы добавили дополнение я его прочитаю и вам обязательно отвечу желаю вам всего самого доброго и удачу